Друзья, не было у меня в планах сегодня тревожить ни вас, ни себя своим появлением на просторах инстаграм, но мне мой чат, девчонки взорвали буквально сообщениями каких-то новых сториз. Сначала, знаете, не поленилась, зашла, посмотрела. Как мне показалось, даже уступилась немножко и оправдала человека, потому что, наверное, если бы мне предъявляли что-то подобное, какой-то моей прошлой жизни, я бы, наверное, тоже меня бомбанула, бы не удержалась. То, что мне прислали потом, мне вот, знаете, вопрос такой появляется в моей голове и выражается, наверное, если люди не привыкли языками между друг другом общаться, наверное, тоже через сториз, через публичное пространство придется говорить. Интересно, вот вы, прежде чем что-то сказать, вы вообще думаете, вы отвечаете за свои слова, вы готовы их как-то подтвердить потом? Или вы думаете, что вы вечно будете пороть какую-то херню, порочь вообще других людей непонятно за что и ни хрена ничего не зная об этих людях, и вам все это будет сходить с рук? Так что ли получается? Я, конечно, понимаю, у всех на разных вещах строится контент. Кто-то у нас бьюти-блогер, кто-то тревел-блогер, а кто-то блогер заеби бывшего своего. Ну, наверное, это тоже имеет место быть. Но, наверное, иногда все-таки надо думать, что ты говоришь. Что значит, кто-то кого-то то ли там заставил продать, то ли продал недвижимость, купил какую-то новую. Я, конечно, понимаю, что человек в курсе вообще всех наших событий. Кто кому с кем изменяет, кто с кем ходит по караоке. Как живут вообще все члены семьи, чем они питаются, как они какают и все остальные подробности. Вы знаете лучше всех, мадам. Когда на протяжении долгого периода времени вся эта грязища льется на всю нашу семью. Я как-то стараюсь с пониманием ко всему относиться. Думаю, ну ладно, у кого-то там прошлые обиды, кому-то просто контент нужно пилить. У кого там еще какие-то моменты там не проработанные. Может быть, и кто-то себя встречно неправильно вел когда-то. Могу тоже предположить. Но когда вы задеваете лично меня, еще якобы будучи убежден в каких-то там материальных познаниях, познаниях о недвижимости или еще о каких-то таких вещах. Ну, как-то я рекомендую все-таки призадумываться над этим. Потому что одно дело, когда у вас войнушка с бывшим супругом идет, и вы пишете всякие там характеристики по поводу того, что ребенок знать его не знает, и папой другого мужчину называют. Но это вопрос совести. А когда вы порочите честь и достоинство человека, который вообще к вам не имеет никакого отношения, тут стоит призадуматься, насколько оно того стоит.